Красноярские семьи могут отправить себе пожелания в будущее, а еще сфотографировать, попозировать для уличного художника и посмотреть романтические краткометражки. Все это сегодня проходит на празднике семьи, любви и верности на набережной Енисея. Там же работает мой коллега Илья Филонов. Илья, добрый вечер. Ну много ли семей пришло на набережную? Слово и поздравления. Да, город сегодня этому способствует все и погода, и обстановка берега. И, собственно, вот они, семьи, расположились и заняли все снячьи места. Обратите внимание, в основном это семьи пожилого возраста, те, кто прошли жизненный путь рука об руку. Маленьких здесь меньше, потому что маленькие расположились перед сценой. Это ребятишки. Сейчас все пары, которые очень долго уже стоят в браке, будут выходить на сцену и рассказывать о секрете крепкого брака. А у нас рядом со мной есть корноуховая семья. Это Михаил Андреевич и Любовь Степановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вы уже вместе? 61. 61 год? Да. Ну, я не буду спрашивать про секреты брака. Скажите, она каждый вечер вас с ужином ждала после работы? Конечно. Да мы вместе работали. Мы работали. Сначала на одном участке, потом в одном кабинете. А он вам цветы каждое 8 марта дарил? Дарил. Дарил, но не всегда. А вот вы расскажите, просто в последнее время молодежь мало женится. Вот в последний год на 3000 меньше браков. Чего молодежи не хватает? Не знаю. Вот не могу сказать, но у нас двое детей, они нормально как бы поженились. Одна вышла замуж, другой женился. Живут до сих пор. Все живут хорошо. Ну, у вас были такие моменты, что прям уже задумывались, ну, как же это пережить? Или всегда душа в душу? Ну, моменты были, мы всяко жили. И нищете, можно сказать. Ну, не было такого момента, чтобы можно было прервать это дело. Ну, значит, желаю вам того, чтобы так все и оставалось, чтобы это дело уже не прервалось никогда. Мы вас тогда отпустим, знаю, что вас сейчас будут награждать. А мы продолжим, и я нашим телезрителям скажу еще пару слов о том, что, да, здесь работает много локаций, больше 20. Это локации подвижные, вот если присмотреться, они уже заняты молодыми семьями. Что там можно сделать? Можно написать друг другу пожелания и отправить их в будущее. Сфотографироваться на память в тематических фотозонах и фотобудках, поучаствовать в семейных спортивных состязаниях, в мастер-классах творческих различных, а также, если выстоять очередь, то даже попозировать для уличного художника и забрать домой настоящий рукописный портрет. Но на этом программа не заканчивается. Сейчас начало концерта, который продлится до 9 часов вечера. В это время еще можно подходить, потому что в 9 вечера начнется самая романтическая часть на экране, на набережной, если спускаться с улицы Перенсона. Перенсона будут показывать короткометражки о любви, поэтому с собой берем плед, мужа или жену, обязательно детей, ведь это семейный праздник, и проводим этот вечер вместе с семьей. А у меня на этом все, студия, вам слово. Илья, спасибо большое за интересный рассказ. Это был Илья Филонов с праздника семьи, любви и верности.